Государственная программа Йошляр Келяджа Кемес, утвержденная накануне Дня молодежи, находит свое практическое воплощение. В частности, для изучения проблем представителей молодого поколения в городах и районах были созданы республиканская и рабочие группы на местах. Что сегодня волнует современную молодежь? Каковы ее планы и перспективы? Ответы на эти и другие вопросы в материале нашего корреспондента. В разрезе районов городов разработаны дорожные карты, а также сформирован список адресов проектов молодых предпринимателей. В результате изучения во внимание приняли все. В отчете представлены списки зданий и земельных участков, где молодые люди могут начать свою предпринимательскую деятельность, сметы проектов и копии решений по созданию комплексов трудовые гузары молодежи и коу-воркинг-центров молодые предприниматели. Кроме того, была представлена статистическая и аналитическая информация по итогам посещения рабочей группы каждого дома. Реализация программы «Молодежь. Наше будущее» находится в самом разгаре. Если до сегодняшнего дня были сформированы порядок и дорожные карты, теперь в рамках программы представителям молодого поколения будут предоставляться кредиты, пустующие здания и земельные участки. В Ташкенте 4488 молодых предпринимателей обратились в просьбу о выдаче кредита около 100 миллиардов сумм. А 1876 молодежи просили помещения для ведения бизнеса. С целью поддержки молодежи в каждом районе организовываются коу-воркинг-центры молодых предпринимателей. В Ташкенте первый коу-воркинг-центр открыли в прошлом году. За это время мы старались изучить суть, цель, содержание, процесс работы коу-воркинг-центра. Союз молодежи в партнерстве с Ground Zero коу-воркинг-центром открыли этот. Главное преимущество – открытая площадка обмена опытом и знаниями для молодых предпринимателей и инвесторов. За короткий период мы провели более 200 мероприятий. Коу-воркинг – это совместная работа, организация труда людей с разными талантами и интересами в общем пространстве для творческого взаимодействия молодых предпринимателей. Кроме того, им окажут помощь в разработке бизнес-планов, советы в бухгалтерском и юридическом направлении, а также проведение мастер-классов, семинаров и форумов. Мы постарались разработать весомый проект. Я предоставил его программе «Йошларки» и «Ля Джигэмыс». Обещали выделить льготный кредит для его реализации. Я хочу начать предпринимательское дело, аналогов которого в стране пока нет. В рамках программы «Молодежь. Наше будущее» также в районе ведется строительство трудового гузара молодежи. Этот трудовой гузар молодежи организуют на месте пустующего здания по улице Лутфи. Для трудоустройства молодежи района в данном трехэтажном здании разместятся швейный цех, торговые точки, пекарни, аптеки, парикмахерская и автомобильного сервиса. В рамках программы «Йошларки Ля Джигэмыс» организуем трудовые гузары молодежи. Сейчас мы стоим возле строящегося трехэтажного здания трудового гузара молодежи в Челандзарском районе, который планируем сдать через три месяца. Здесь могут начать свое дело 30 молодых предпринимателей. В строительстве трудового гузара молодежи в Махалех-Херман-Тепа Челандзарского района участвуют и активисты Союза молодежи. Работы ведутся быстро и уже на стадии завершения. Открыть свои двери гузар должен уже в сентябре. В двухэтажном здании трудового гузара молодежи расположены 14 помещений. Они будут предоставлены молодым предпринимателям до 30 лет с низкой стоимостью аренды. Всего 1000 сумм в день при условии создания двух и более вакансий. Работы идут полным ходом. Программу «Йошларки Ля Джигэмыс» называют «беспретендент». И тому есть причины. Она уже не только в столице, но и во всех регионах начала менять жизни молодых людей к лучшему, помогать им найти свои места, осуществлять мечты. Продолжение следует...